Нам необходим чистый воздух. Лучшие из лучших. Какие секреты хранит старая клиника КФУ? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Чугунова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с хоккейом города Джизак Камилом Холмуродовым. Делегация из Узбекистана прибыла в столицу Республики Татарстан с рабочим визитом, в ходе которого ознакомилась с опытом в сфере цифровизации городского хозяйства, а также посетила ряд образовательных учреждений. На встрече с ректором КФУ обсуждались вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами. Особое внимание было уделено партнерству в научно-образовательной сфере. Ленар Сафин отметил высокий уровень взаимодействия с узбекскими вузами-партнерами. Отдельно стороны обсудили деятельность недавно открывшегося в Джизаке филиала Казанского университета. В минувшие выходные на набережной реки Казанка состоялось занятие городской лаборатории по изучению состояния воздуха. Специалисты проекта «Дыши Казань» научили участников мастер-класса собирать датчики для мониторинга частоты воздуха. Так кто же загрязняет казанский воздух и как контролировать его качество? Обо всем по порядку расскажет моя коллега. Качество воздуха очень важно, потому что мы воздухом дышим. Если мы можем выбрать продукты на рынке в магазине, не знаю, насколько они качественные, как они выглядят, какие они по вкусовым качествам состава, то воздухом мы дышим. Каждую секунду мы вдыхаем воздух и на самом деле нам важно знать, чем мы дышим. Качество воздуха так или иначе влияет на нас и на наше здоровье. Ухудшить состояние воздуха может множество факторов. Большая их часть, несомненно, относится к деятельности человека. Выхлопные газы, химические выбросы, производственные отходы – это лишь малая часть того, что может повлиять на качество воздуха. Изменить ситуацию можно, но, конечно, не по щелчку пальцев. Самое небольшое, что можно сделать – зафиксировать загрязнение и сообщить об этом. В минувшие выходные жители Казани смогли собрать собственные датчики для мониторинга качества воздуха. В этом им помогли экоактивисты проекта «Дыши Казань». Такие датчики помогают отслеживать качество воздуха по взвешенным частицам. Это маленькие частицы, которые тоньше наших волос. Мы их не видим. Они бывают двух видов – ПМ2,5, ПМ10. Взвешенные частицы Всемирной организации здравоохранения считают основным показателем для оценки качества воздуха. Это те частицы, которые по составу могут быть очень разные. Мы их определяем просто по размеру. И они способны накапливаться в нашем организме. И при долгосрочном, постоянном воздействии загрязненного воздуха может вызывать заболевания как дыхательной, так и сердечно-сосудистой системы. Сейчас в столице Татарстана установлено более 10 датчиков. Еще несколько есть в Иннополисе. Но этого недостаточно. Чтобы отслеживать качество воздуха по всей Казани, необходимо не менее 40. Любой житель столицы может самостоятельно заказать детали, собрать личный датчик, установить его у себя за окном и подключиться к общей сети. Датчики у нас подключаются к определенной карте rcms.online, сенсор комьюнити. И там может любой отслеживать качество воздуха, получать оповещение о загрязненности воздуха. Соответственно, из-за этого делать выводы, пойдет ли он, например, сегодня утром на пробежку, или все-таки качество воздуха плохое, нужно бы остаться дома или перенести пробежку на другое время. Как отмечают специалисты, чаще всего загрязняют воздух не крупные предприятия, о которых задумываются в первую очередь, а небольшие. За время, проведенное на площадке лаборатории горожанин-ученый, жители столицы узнали не только о контроле качества воздуха, но и об особенностях сохранения водных объектов. У нас планируется экскурсия в Орксинтез. Это уже практически завершающий у нас контент к стратегии. В воскресенье у нас концовка целого месячного марафона. Самое главное, что мы за это лето, за этот месяц помогли рассказать про экологию Казани, про реку, в целом про стратегию Казанки. В борьбе за чистую воду и чистый воздух важно, чтобы об экологии родного города заботились не только активисты, но и местные жители. Ведь даже самый небольшой вклад в общее дело может помочь. Маргарита Михайлова, Универньюс. 29 июля в IT-парке Башира Ромеева наградили победителя экспертного и зрительского тура в третьей межрегиональной премии в области кинематографии Алтын-Теленке. Подробнее смотрите в следующем сюжете. В технопарке в сфере высоких технологий IT-парк имени Башира Ромеева состоялась третья международная кинопремия «Золотая тарелка», где традиционно наградили лучших режиссеров и представителей различных фильмов. Программа мероприятий была очень обширной. Помимо церемонии награждения, гостям и номинантам предлагалось посетить деловую программу и вечерний кинопоказ. Кинематографическая награда за достижения в области национального кино вручается на конкурсной основе молодым авторам по нескольким номинациям по результатам тайного голосования экспертов и зрительских рейтингов на сайте кинопремии. Оценка заслуг проводится по трем критериям. Успешный прокат в своем регионе и за его пределами. Успешное фестивальное продвижение, в том числе на международной арене и высокий рейтинг интернет-активности. У нас у кинопремии на самом деле действительно несколько туров, несколько конкурсных комиссий, несколько призовых фондов. Это питчинг для проектов, которые либо вот-вот завершатся, либо в разработке. И там эксперты помогают, помимо того, что мы раздаем финансовые призы, эксперты помогают своей ресурсной помощью, что позволяет доводить проекты до более высокого уровня. Далее фильмы делают свой органичный трафик по фестивалям. Кто-то там интернет сбыт идет, кто-то сейчас уже, и сегодня мы это увидим, кейс прокатные кейсы. А также идет круглогодичная работа со зрителем. То есть мы расширяем охват. У нас несколько площадок, которые с нами традиционно работают, а также прирастают новые. Более 230 заявок из 30 регионов России поступили в новом сезоне кинопремии «Золотая тарелка». 57 из них попали в лонглист, а в шортлисте оказались 35 проектов и 12 регионов страны. В рамках кинопремии состоялась деловая программа «Киноконнектикум», во время которой прошли презентации от экспертов и партнеров «Алтынтеленьке». Большую дискуссию вызвал круглый стол о перспективах детского кино «Куда уходит детство». Также призовой фонд премии составил 2 миллиона 150 тысяч рублей. Главная награда и 500 тысяч рублей уехали вместе с Олегом Хомоковым в Кабардино-Балкарию. Сегодня, наверное, я получил самую большую компенсацию за все страдания. Лучший день в вашей жизни. За судьбу этого фильма. Долгая, трудная дорога была у него к зрителю, к фестивалям и так далее. Ну, сегодня вы сполна, как говорится, мне возместили. И, конечно же, спасибо Казани в первую очередь. Я сюда уже приезжаю как домой, к себе. Еще до начала церемонии было известно, что мастерской «Братьев Кот» режиссером и сценаристом Александру и Владимиру присужден специальный приз – профессиональное призвание имени кинокритика Кирилла Разлогова. Стоит отметить, что Александр Кот – режиссер таких российских блокбастеров, как «Брестская крепость», «Елки-2», «Елки-3». А Владимир Кот – известен как режиссер фильмов «День до», «Заступники», «Идеальная семья» и ряда других проектов. Главное, что фильмы наших студентов отмечены. Это значит, что мы делимся правильно. И очень важно, что это здесь происходит, где, скажем так, кино регионов не столичные штучки, а именно признание в регионах очень ценно, потому что регионы – это семья. Ярким завершением киновечера стал показ нового полнометражного фильма «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая, вышедшего в федеральный прокат по всей стране. Также напомним, что третья межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын Талинке» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации. Автором и инициатором премии является дирекция «Время кино». Первое, что узнает первокурсник, попав в университет – местные легенды и байки. Что передают из уст в уста студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, расскажем далее. Это небольшое здание справа от высотки называется Центр информационных технологий, сокращенно ЦИД. В нем сейчас располагается Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Но так было не всегда. Раньше на месте ЦИД состоял типографский домик, где располагалось первое издательство университета. Его снесли, а на новом месте возвели нынешнее здание. Но тогда оно было построено еще для медицинского факультета Казанского университета. Так называемой университетской клиники, где лечились студенты и преподаватели. В старой клинике однажды лежал и Лев Толстой. С этим фактом связано много баек. Одна из них гласит, что писатель в нем зародился именно здесь. В клинике ему было скучно, поэтому он практически все свободное время делал заметки в своем блокноте. На первом этаже располагались палаты, на втором – учебные лаборатории. В том числе огромная аудитория в виде амфитеатра для показательных операций. Сейчас на ее месте располагается шоурум. Амфитеатр в нем теперь смотрит в другую сторону. В стенах ЦИТ работали выдающиеся специалисты. К примеру, один из основоположников нейрохирургии Ливерий Даркшевич, профессор Амароков, выдающийся хирург Владимир Шубин и доктор медицинских наук Залман Малкин. Иногда эту клинику называли Малкинской клиникой. То есть вот существует несколько названий. Старая клиника, Малкинская клиника, а сейчас закрепилось название ЦИТ – Центр информационных технологий. Хотя это появилось с 1985-1906 годов, где-то так, когда сюда въехал научно-исследовательский институт математики и механики. И здесь начали развивать первый, кстати, в Казани, в Татарстане интернет. Сейчас Центр информационных технологий является вещательным стержнем университета. Помимо Высшей школы журналистики и медиакоммуникации, университетской типографии на цокольном этаже и Департамента информатизации и связи, в здании расположены Центр медиакоммуникаций и телеканал «Юниверт ТВ». Это, кстати, первый и на сегодняшний день единственный студенческий телеканал с круглосуточным вещанием в формате Full HD в эфирно-цифровом пакете города Казани, в кабельных сетях по республике Татарстан, а также через IPTV приставки по всей России и в сети интернет. Не сохранились и палаты. Сейчас все помещения переоборудованы под учебные аудитории и студии. Помимо этого, по некоторым данным, раньше на третьем этаже существовала небольшая церковь. Куполов у нее, естественно, не было. Она представляла из себя небольшое помещение-храм. Вообще, надо сказать, что для нынешних студентов основой старта обучения в Казанском федеральном университете становится историческая составляющая. Первокурсникам в первые дни проводят экскурсию по корпусу и рассказывают не только о расположении аудитории и событиях, которые когда-то происходили в стенах здания, но и передают юным студентам местные легенды и байки. Ну, я сам ночами здесь не остаюсь, поскольку Казанский университет имеет определенный регламент работы и на ночь нас отсюда выгоняют. Ну, может быть, потому и выгоняют, чтобы мы не пугали эти привидения, которые охраняют наше здание, кстати. А если их отсюда выжить, то вполне возможно, что здание не устоит. Мы решили проверить, есть ли призраки в ЦИТе на самом деле. Сейчас здание университета закрыто, здесь находимся только мы и охранник. Мы спустились на цокольный этаж, поскольку здесь, по легенде, якобы был морг, и, соответственно, призраки должны жить здесь. Хотя я сильно сомневаюсь, что мы что-то найдем, потому что, ну, морг на самом деле располагался в церкви по соседству. Вот, как видите, здесь пусто, и, кажется, здесь все же никого нет. Но надо признать, что все эти легенды о призраках создают особый шарм и особую атмосферу в студенческой жизни. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, флорит за хитоглы. Универгиоз. Делегация Казанского федерального университета во главе с первым проректором, проректором по научной деятельности Дмитрием Таюрским посетила научно-образовательные центры Монголии. В ходе многочисленных встреч с представителями научного сообщества Монголии, образовательных учреждений, руководством Монгольской академии наук и Национального университета Монголии, состоявшихся 28 и 29 июля, проведены переговоры, презентованы новые возможности и инициативы для дальнейшего сотрудничества в сфере фундаментальных и прикладных исследований, как в гуманитарной сфере, так и по естественно-научным и другим направлениям, представленным в КФУ. Доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, руководитель детского театра КФУ «Радуга» Лера Камалова завоевала первое место во всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности». Доцент КФУ Лера Камалова заняла первое место в номинации «Моя инновационная практика». Тема ее работы – воспитание патриотизма и гражданственности в детском театре КФУ «Радуга». Выступления и награждения состоялись в Самаре в рамках межрегиональной встречи ПФУ на базе Самарского госуниверситета «Пути и сообщения». На этом все. В студии была Софья Чугунова. Смотрите наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова